Я всю мою жизнь прожил в страхе. Но знаешь что? С тех пор, как у меня нашли рак, я сплю отлично. И вот тогда я понял, что самое страшное – сам страх. Он настоящий враг. Страх – это эмоция, о которой многие думают с ужасом. Его могут вызывать мысли, события, предметы и даже некоторые люди. В этом видео я хотел бы рассказать о природе страха, который возникает в процессе межличностной коммуникации и показать, как человек, знающий механизмы устрашения, может брать под контроль даже самых сильных и отчаянных лидеров. У древних людей эмоция страха была связана прежде всего с физической угрозой. Сейчас гораздо меньше вероятности столкнуться с диким зверем или быть убитым сородичем в гневе. Стали ли мы меньше бояться? Нет. Просто теперь большая часть наших страхов связана с социальными факторами. Мы боимся осуждения со стороны других, боимся быть отвергнутыми, показаться некомпетентными, потерять контроль. Страх дезориентирует нас во время напряженного общения, мешает мыслить здраво и управлять ситуацией. Очень важно быть подготовленными, уметь снизить воздействие страха и не выдавать свое волнение. Как этому научиться? Об этом я рассказываю в новой обучающей программе «Стрессовая коммуникация». Этот курс о том, как проводить напряженные встречи и переговоры и не поддаваться чужому влиянию, даже если собеседник давит статусом и авторитетом. Я собрал самую важную информацию и материалы по этой теме, которая повысит ваш комфорт в общении, даже когда вы на чужой территории и против всех. Но для начала, неважно, интересен вам курс или нет, предлагаю пройти небольшой психологический тест, который поможет определить уровень вашей уверенности в себе в стрессовых ситуациях. По результатам вы получите рекомендации, какие навыки развить, чтобы грамотно выходить из таких ситуаций. Обязательно пройдите тест, ссылку я размещу в описании. Давайте подробнее рассмотрим страх как эмоцию. Человек может переживать страх в самых разных ситуациях, но все эти ситуации имеют одну общую черту. Они ощущаются, воспринимаются человеком как ситуации, в которых под угрозу поставлено его спокойствие и безопасность. Психиатр Джон Болби говорит о том, что определенные объекты, события и ситуации имеют тенденцию пробуждать страх. В своем подходе и терминологии он отталкивается от исследований биологов и этологов, изучавших поведение животных в их естественных условиях обитания. В качестве естественных сигналов опасности Болби называет только четыре фактора, а именно боль, одиночество, внезапное изменение стимуляции и стремительное приближение объекта. Эти факторы не обязательно являются врожденными внутренними активаторами, но мы, по-видимому, биологически предрасположены реагировать на них именно страхом. Страх складывается из определенных и вполне специфичных физиологических изменений экспрессивного поведения и специфического переживания, растекающего из ожидания угрозы или опасности. У маленьких детей, так же, как и у животных, ощущение угрозы или опасности сопряжено с физическим дискомфортом, с неблагополучием физического я. Страх, которым они реагируют на угрозу – боязнь физического повреждения. Это один из главных триггеров, которые способствуют возникновению страха. Запомните его, он понадобится нам, когда перейдем к конкретным примерам. Субъективное переживание страха может заставить человека оцепенеть на месте, что называется реакцией замирания, тем самым приводя его в абсолютно беспомощное состояние. Или наоборот, может заставить его броситься на утек, прочь от опасности, тем самым проявляя реакцию бегства. Если лишить человека возможности бегства, ощущение страха может перерасти в ужас. В этом фрагменте мужчина оцепенел от страха из-за нападения. Наблюдайте за его движениями и рукой, которая выступает границей между ним и опасностью. А, не знаешь, что сказать? Че, тебе еще раз, а? Че? Ты кому не хочешь деньги, давай? Ты должен, а, нет? Страх – очень сильная эмоция. Она оказывает весьма заметное влияние на когнитивные процессы и поведение индивида. Когда мы испытываем страх, наше внимание резко сужается, заостряясь на объекте или ситуации, сигнализирующей об опасности. Интенсивный страх создает эффект туннельного восприятия, то есть существенно ограничивает восприятие, мышление и свободу выбора индивида. Кроме того, страх ограничивает свободу поведения человека. Можно сказать, что в страхе человек перестает принадлежать себе. Он движим одним единственным стремлением – устранить угрозу, избежать опасности. В этом фрагменте мужчина попытался избежать уплаты залога и скрыться от залоговых агентов. Когда его нашли, он понял, что последует законное наказание и стал убегать. Было понятно, что у него мало шансов, однако страх отключил его здравомыслие. Слабый страх переживается как тревожное предчувствие, беспокойство. Но по мере его нарастания человек испытывает все большую неуверенность в собственном благополучии. Интенсивный страх переживается как чувство абсолютно незащищенности и неуверенности в собственной безопасности. У человека возникает ощущение, что ситуация выходит из-под его контроля. Он чувствует угрозу своему физическому или психологическому «я», а в экстремальных случаях даже угрозу жизни. Но как взять под контроль с помощью страха? Интенсивное переживание страха запоминается надолго. Именно поэтому эта эмоция является прочным фундаментом для формирования власти. Хотя нужно добавить, что власть, построенная на страхе, распадалась с огромной силой. На примере появления персонажа Нигана из сериала «Ходячие мертвецы» хотелось бы рассмотреть поведение человека, который берет контроль при помощи страха. Уже обделались? Хоть это и художественное произведение, взаимодействие персонажа с другими героями очень хорошо передает основные механизмы воздействия на личность. Ни для кого не секрет, что при разработке конфликтов персонажей передачи эмоций с экрана создатели хорошо продумывают эмоциональные факторы, поэтому все наблюдаемое поведение практически полностью соответствует тому, что нам известно о страхе. Предупреждаю, что избежать спойлеров, скорее всего, не получится. Если кто-то не посмотрел, будьте аккуратны. Для начала стоит обратить внимание на контексты и предварительные данные, в которых находятся персонажи. За героями гонятся, с собой у них раненый друг. И триггер неизвестного в виде свиста поднимает уровень страха, дезориентируя их и заставляя бежать. Включены яркий свет, еще один фактор дезориентации. Окружение со всех сторон и невозможность покинуть место еще больше создает ощущение невозможности избежать стимул страха и увеличивает его. Созданы практически идеальные условия для того, чтобы взять под контроль человека и вбить в него нужную информацию. Далее появляется сам Ниган. Группа Рика сидит на коленях, что переносит их в состояние покорности и создает последующее психологическое давление, когда Ниган находится выше остальных, подчеркивая свои физические параметры и место в иерархии. В данном случае он имеет дело с группой, а не с одним единственным человеком. Поэтому определяет лидера, чтобы через него взять над всеми контроль. Кто из вас кретинов главный? Мы видим прямое запугивание, которое должно вызывать страх и заставлять подчиняться. Вы делитесь со мной? Или я вас убью? Но, вероятно, по опыту Ниган понимает, что оно будет работать недостаточно эффективно. Почему? Все просто. Ответ в его условиях. Он говорит, что дальше им придется взаимодействовать долго, и те должны подчиняться не здесь и сейчас, а всегда. Поэтому страх нужно внедрить, сделать его запоминаемым. И чтобы даже один маленький триггер напоминал им о том, что подчиняться нужно, чтобы сохранить себе жизнь. Помните же, что я говорил, что интенсивное переживание страха запоминается надолго. Он достигает этого несколькими крайне жестокими, но, в его условиях, весьма эффективными методами. Первый из них... Я выбью дерьмо из одного из вас. Самый основной и сильный триггер создания страха — угроза жизни, совмещенная с тем, что абсолютно не важно, кто это будет. Нет выборки, а значит, в опасности все участники группы. Второй фактор — насилие, которое обещает совершить Ниган с помощью бейсбольной битвы. Но не обычной битой он называет ее... Это Люсиль. ...тем самым одушевляя неодушевленный предмет. Из-за этого подсознательно человек, вероятно, к бите будет относиться иначе. Возникает чувство, что она может жить своей жизнью, а предмет, которого наделяет жизнью в таких условиях, создает более серьезное отношение. Так как Ниган говорит почти буквально, что помимо него здесь принимает решение и еще одно лицо. Помимо этого, Люсиль выполняет и другую важную задачу. Страх может быть результатом когнитивной оценки ситуации как потенциально опасной. Он может быть вызван воспоминанием об определенном объекте, его мысленном образе или ожиданием определенной опасной ситуации. Таким образом, человек, предмет или ситуация могут стать источником страха в результате формирования воображаемых источников вреда. Это Люсиль. Ожидание вреда. Я выбью дерьмо из одного из вас. Непосредственного столкновения с воображаемым объектом страха. Он попросил подержать. Поэтому человеку, который пытается вызвать страх у своего оппонента, достаточно создать опасную ситуацию один раз. Тогда при последующем взаимодействии с атрибутами этой ситуации, подсознание оппонента уже будет возникать страх без каких-либо физических действий. Страх, вызванный ожиданием боли, чрезвычайно ускоряет процесс научения. Любой объект, событие или ситуация, связанный с переживанием боли, могут стать условными стимулами, повторная встреча с которыми напоминает человеку о прошлой ошибке и о переживании боли. По такому бесчеловечному принципу запугивания работали нацисты в концлагерях. Они прилюдно избивали и калечились за малейшие оплошности, ставя это в пример другим. А в контексте примера с Ниганом, возбудителем страха является не только он сам, но и его личный атрибут, который находится с ним всегда и везде, и с помощью которого совершается насилие. В ближайшие несколько минут после своего заявления совершить вред, Ниган не приступает к исполнению наказания, тем самым оттягивая момент и создавая ожидание угрозы, что стимулирует выработку страха с особой силой. Вышел месяц из тумана. Любопытно отметить действия, возникающие на ощущение страха, которые мы можем заметить даже в сцене ходячих мертвецов от Рика, лидеры своей группы. Но я убью тебя. И некоторых других участников. Такое поведение соответствует реакциям во время страха. Вероятно, это связано с одной реакцией на стресс. Реакцией борьбы. И страх смешивается с гневом. В одном из опросов студентов колледжа были следующие результаты. 33% свойственно делать действия, направленные на осмысление ситуации и овладение ею, попытки действовать смело. 2% и 3% свойственно противодействие или агрессия, направленная на объект или ситуацию. Такие результаты соответствуют частому поведению во время давления или запугивания. Такое смешение эмоций затрудняет получение контроля над потенциальной жертвой. Ниган, скорее всего, это ощущает и продолжает повышать ставки. Он применяет несколько методов. Давайте рассмотрим решающий, который происходит после поездки 1 на 1, где Ниган создавал для Рика очередную адреналиновую обстановку. Позволь спросить тебя, Рик, ты понял, к чему была вся эта поездка? Я ее затеял, увидев, как ты на меня смотришь. Я хотел стереть этот взгляд, хотел, чтобы ты понял. Но ты смотришь на меня все тем же наглым взором, будто я попортил твои планы, и меня это не устраивает. Ниган создает физическую и моральную угрозу с разных сторон, поставив лидера группу перед выбором, в котором он является заведомо проигравшим, и шансов этого избежать не существует. Далее он проявляет давление и начинает отчет, что является опять же мощным стрессовым триггером в такой ситуации. Я начинаю отсчет. Три, прошу. Рик дестабилизирована, потому что любой из вариантов проигрышный, и нет путей для отступления. Накажи меня, прошу. Ниган довел до предела ощущения нависшей угрозы, угрозы самоуважению, чувству неименуемого провала и ощущения собственной неадекватности. Благодаря действиям нестандартного характера, наносящим вред, Ниган смог взять под контроль личность лидера группы на очень долгое время. Ты отвечаешь передо мной. Ты обеспечиваешь меня. Ты принадлежишь мне. Правильно? Если вы смотрели сериал или соберетесь смотреть, вы увидите, как это подчинение будет проявляться очень долго. И как Рик, будучи лидером, на первых этапах будет запуган сильнее остальных членов группы, которые находились рядом с ним. Теперь главный здесь не я. А Ниган. Но всегда ли страх возникает при реальной возможной угрозе? Если мы будем говорить о бытовых ситуациях, в которых человек чувствует страх, стоит упомянуть, что когнитивные процессы, проще говоря, мозг человека, довольно часто отражает не реальную угрозу, а вымышленную. В результате чего он начинает бояться ситуаций или предметов, не представляющих реальной опасности. Хорошим примером тому может послужить встреча с каким-то начальником или значимой для вас личностью. Очень часто мозг рисует его образ, основанный на чьих-то рассказах, медиа или предыдущем опыте. Однако в реальности все бывает наоборот. Если этот образ уже успел закрепиться, вы будете ошибочно воспринимать человека как источник угрозы, и страх будет проявляться даже тогда, когда вы просто думаете о нем. Вот как, например, в этом отрывке. Многие боятся змей или летать на самолете, хотя не сталкивались ни разу ни с тем и ни с другим. Таким образом, наши страхи и фобии могут возрастать не только на почве реальных переживаний и боли, они могут оказаться плодом чистой фантазии. В этом контексте интересно будет разобрать Густаво Фринга из сериала «Во все тяжкие». Густаво – наркобарон, который прикрывается филантропией и сетью своих фастфудов «Братья Цыплята». Он был жесток и хладнокровен, не боялся запачкать свои руки кровью. Но его главная черта заключалась в другом. Его боялись без всяких действий. Достичь такого положения у него получилось благодаря своей вездесущности. Он всегда был на несколько шагов вперед и мог попасть куда угодно. Это свойство демонстрировало его всемогущество и заставляло бояться, словно наделенного высшими силами. Вообще-то мы тогда и про мистера Уайта вспоминали. Правда? Густаво достаточно было приблизиться к человеку или сказать ему несколько слов, чтобы он начал его бояться. К слову, к естественным активаторам страха относится внезапное приближение. Нет каких-либо однозначных заявлений, что приближение любого рода может быть связано с возникновением страха. Однако некоторые исследования, которым занимались Баур, Рене Шпиц и другие, пришли к выводу, что страх может возникать при определенных условиях, которые обычно связаны с внешностью человека, его размерами, скоростью и благодаря сформированному образу из предыдущего опыта. Кстати, более подробный разбор этого момента с обсуждением про ксимики вы можете найти в моем телеграм-канале. Туда попадает та информация, где вы больше нигде не найдете. Разбор Собчак, Навального, Путина, моменты из «Во все тяжкие» и «Карточного домика». Искать долго не придется, я уже позаботился и добавил ссылку в описании. И даже на сильных мира сего найдется управа. Главный страх Густаво находится в его голове. Он боится быть пойманным или преданным. Этот страх делает его чересчур щепетильным в вопросах выбора партнеров и подходу к построению бизнеса. Мне говорили, что человек, с которым я должен встретиться, очень щепетильный. Осторожный человек. Стоит отметить, что на это существует реальная опасность, которая, однако, на протяжении долгого времени не касалась его. Я знаю, что по национальности вы чилиец, но по документам вы там никогда не жили. Правда? Нет, есть записи, что вы эмигрировали в Мексику в 86-м, а через пару лет получили визу на въезд в Соединенные Штаты. Но по документам Густаво Фринг никогда не существовал в Чили, что мне кажется, не знаю, ну, странным. Мы видели его страх, связанный с реальной опасностью жизни только один раз, когда мексиканский наркобарон Дон Элладио убил его друга. Я не стал в Чили. Такое поведение отлично демонстрирует силу страха воображаемой опасности. Ведь Густаво мог запугать любого, но не боялся ничего, кроме своего страха. Стоит также упомянуть об образе, который способен вызывать ощущение страха. Любой стимул, достаточно отличный от привычных, может активировать эмоцию. Причем его степень несоответствия привычным стимулам, по мнению некоторых психологов, влияет на тип и интенсивность активируемой эмоции. Когда незнакомый человек отличается или не соответствует прошлому наблюдаемому образу, то вероятность активации страха значительно возрастает. В силу своей странности и непонятности он воспринимается чужеродно и кажется источником угрозы. Так, например, шимпанзе с головой нормальных размеров, но необычно маленьким и в то же время функционирующим телом, воспринимается другими особями как чрезвычайно странный объект. По данным экспериментов Хэба, один вид головы шимпанзе без тела уже вызывает у других обезьян сильнейших страх. На этом видео африканские дети плачут, увидев белого человека с камерой. Вот дальше сидят малыши, которые начали реветь, как только увидели человека с какой-то херней в руке. Потому что не видели его раньше, и он воспринимается как опасность. Подобные примеры мы можем также встретить в комиксах или фильмах ужасов. Образ клоуна в контексте насилия вызывает гораздо больший уровень страха, нежели типичный преступник, который привычен для такого контекста. Несмотря на то, что страх, особенно в его крайних появлениях, переживается нами довольно редко, большинство людей боится этой эмоции и стимулов, которые его вызывают. Переживание страха ощущается и воспринимается нами как угроза личной безопасности. Страх побуждает людей предпринимать усилия, направленные на избежание угрозы, на устранение опасности. Он может быть вызван как физической, так и психологической угрозой. Существует ряд стимулов, на которые мы биологически предрасположены реагировать страхом, а человек, который использует его в своих целях, активно применяет их различные вариации. К таким естественным сигналам опасности относятся боль, одиночество и внезапное изменение стимуляции. Переживание страха сопровождается чувством неуверенности, незащищенности и невозможности контролировать ситуацию. Он вызывает эффект туннельного восприятия и существенно сужает выбор стратегии поведения. Однако несет в себе адаптивную функцию, ибо заставляет человека искать способы защититься от возможного вреда. Причувствие страха может стать импульсом для укрепления я, может побуждать индивиды к самосовершенствованию с целью снижения собственной уязвимости. Страх это эмоция, которая не только позволяет нами управлять, но и которая нужна для выживания. Поэтому не нужно бояться страха, им просто нужно научиться управлять. А на сегодня у меня все. Не забывайте про тест, который я подготовил для вас по ссылке в описании, для большего контента по обозначенной теме. Жду вас в своем телеграме, наблюдайте за людьми и не оставайтесь в руках. Скоро увидимся.